Добрый вечер! Вы смотрите программу события в студии Марьям Бахтеевой. Вначале коротко о главном. Прокуратура выявила ряд серьезных нарушений в работе детского санатория Нива, где в феврале произошел пожар. Не заделаны негорючими огнестойками материалами отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград. Развязка близка. Судьба реконструкции улицы Московской. Есть резолюция губернатора на то, чтобы вернуть городу 106 миллионов, которые должны быть направлены на доделку. Когда профессия как призвание, работники культуры отмечают свой праздник. В начале о громком событии дней минувших прокуратура Пензенского района выявила несколько грубых нарушений в деятельности детского санатория Нива. В частности, касающихся санитарно-эпидемиологических требований, трудового и законодательства о пожарной безопасности. Напомню, в начале февраля на территории Здравницы в деревне Пановке огонь частично уничтожил здание клуба. На место тогда сразу выехал губернатор Олег Мельниченко, который и потребовал провести тщательную проверку и установить причины произошедшего. Если бы не расторопность и бдительность персонала санатория Нива, то пожар в здании местного клуба вполне мог завершиться трагедией. Администратор вовремя подняла тревогу. Началась эвакуация детей, у которых по распорядку в это время как раз был обеденный сон. Тихий час ознаменовался воем сигнализации, а затем сирен. Если бы возгорание произошло не в клубе, а, к примеру, в столовой или спальном корпусе санатория, то эвакуация детей могла быть осложнена. Дело в том, что здания здравницы соединены между собой в единый комплекс с теплыми переходами, и прокурорская проверка, организованная после чрезвычайного происшествия, выявила ряд серьезных нарушений в части соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе проверки установлено, что запоры на дверях выходов эвакуации в помещении столовой и спальном корпусе санатория не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Дверь в переходе между спальным и административным корпусом не имеет необходимого предела огнестойкости. Не заделаны негорючими огнестойкими материалами отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград. Также установлено, что на работу в детский лагерь принимали сотрудников, которые предоставляли справки о судимости лишь после подписания договоров, а это уже нарушение трудового законодательства. Директору санатория прокуратуры Пензенского района внесено представление об устранении недочетов в течение календарного месяца. Сегодня в Пензе встречали еще один поезд, который привез в наш город эвакуированных с Донбасса граждан. Они были экстренно вынуждены покинуть свои дома. Теперь главная задача создать для людей все условия для спокойной жизни, которую они не видели очень давно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу по прибытию жители Донбасса прошли медицинское обследование и только после этого последовали к подготовленным автобусам. Разместят переселенцев в пункте временного пребывания в Леонидовке. Будет оказана медицинская помощь, проведена диспансеризация. Ну и, естественно, те, кто захотят работать на территории Пензенской области, будут предложены варианты трудоустройства. В Пензенской области есть ресурс, плюс президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путином принято решение о том, что регионы, которые принимают временно изменивших место жительства людей, будет выплачиваться соответствующая поддержка федерального бюджета. Поэтому бюджет Пензенской области получит федеральную поддержку. В ближайшее время после проведения всех необходимых процедур дети будут оформлены дошкольные учреждения и школы, подростки в колледже. Окончание реконструкции Московской уже не кажется очень далеким. Сумма, которая была необходима для завершения работ, найдена. Ольга Сайганова продолжит тему. Улицу Московскую в своем отчете перед депутатами Пензенской городской думы мэр Александр Басенко называет одной из проблемных точек. Завершить ее реконструкцию подрядчики должны были еще в прошлом году. Однако с поставленной задачей не справились. Это повлекло финансовые затруднения. На данный момент их удалось решить благодаря вмешательству губернатора. Есть резолюция губернатора на то, чтобы вернуть городу 106 миллионов, которые должны быть направлены на доделку улицы Московской. И если до этого момента были определенные опасения, потому что там стоимость работы 146 миллионов, а у нас было только 45 миллионов в бюджете предусмотрено. Сейчас эти дополнительные деньги областью выделены лично по распоряжению губернатора области. Также за счет областного бюджета продолжает решаться вопрос с уборочной техникой. В прошлом году ее закупили на 386 миллионов рублей. В этом, чтобы укомплектовать коммунальный автопарк полностью, было предусмотрено 300 миллионов. Однако современные реалии потребовали пересмотреть эту сумму. К ней прибавят еще 42 миллиона. Кроме того, в город поступит и специальное оборудование для нанесения дорожной разметки термопластиком. А вот состояние водопроводных сетей все еще вызывает вопросы. Мы все знаем, что у нас очень большой износ, порядка 80%. И помним, какое было лето. Непонятно сейчас, какие планы у Горводоканала. И будет ли он, как и прежде, ремонтировать трубы на ту сумму, которую он платит за аренду городу. Либо он планирует действительно вкладываться в ремонт. Водоканал формирует инвестиционную программу, которая будет реализовываться уже в рамках консессионного соглашения. Если мы на подписание этого документа выйдем. Для того, чтобы не попадать в зависимость и жителям города не создавать проблемы, администрации принято решение. Значит, если по каким-то авариям, где зона ответственности водоканала будет нарушаться сроки по устранению аварии, мы будем вводить режим ЧАЭС за счет резервного фонда администрации города, нанимать свои же предприятия. Мэр Александр Басенко также заявил о том, что сейчас формируются земельные участки для двух площадок будущего областного предприятия пассажирских перевозок. Они будут расположены в районе детского лагеря «Романтик» и «Взаре». И к другим темам. В Пензенской области доступность дошкольного образования для детей от полутора до трех лет оценивается в 98%. Этот показатель один из лучших в Приволжском федеральном округе. А ведь всего лишь несколько лет назад проблема стояла более остро. Обеспеченность местами только в Пензе в 2017 была на уровне 84%. В ближайшее время планируется полностью решить вопрос. 2360 дополнительных мест в детских садах, из которых больше половины ясельных, создано в Пензенской области с 2019 года. Это удалось сделать за счет строительства новых учреждений, приобретения помещений, а также ремонта уже имеющихся зданий. Введены в эксплуатацию 21 здание детского сада и пристроев к ним. А также отремонтировано и перепрофилировано 21 помещение. На реализацию данных мероприятий из-за консолидированного бюджета, федерального, регионального и муниципального бюджета, выделены миллиард 120 миллионов рублей. В том числе и федеральных средств здесь 852 миллиона. На сегодняшний день в регионе местами в дошкольные учреждения в полном объеме обеспечены дети в возрасте от 3 до 7 лет. К концу 2023 года планируется окончательно закрыть потребность в ясельных группах. Не менее амбициозные планы в части модернизации школ Пензенской области. Это комплексный все-таки подход. Это большой объем работ, который включает и фасады, и кровли, и окна, и внутренние работы. То есть все, что включено по периметру в здания общеобразовательных организаций. Мероприятие помимо капитального ремонта и оснащения предусматривает меры по антитеррористической безопасности, повышению квалификации и обновлению учебной литературы, учебников в школах. Всего же на модернизацию школ будет направлено более 633 миллионов рублей из бюджетов различных уровней. Все работы планируется провести до конца 2023 года. 7 апреля в Пензе пройдет ярмарка импортозамещения. Расположится она на базе технопарка «Ромеев». В ее работе планируется участие всех ведущих промышленных предприятий региона. Приглашаем всех наших промышленных предприятий, чтобы они показали нам, нашим другим предприятиям, что им необходимо заменить, чтобы мы нашли друг друга, скопировались, и какие-то продукции мы находили не за рубежом, а у себя и производили ее. Как подать заявку для участия в ярмарке? Какими мерами поддержки могут воспользоваться представители бизнеса в новых экономических условиях? Об этом и не только узнаете из программы «Кабинет министров». Она выйдет в эфир нашего телеканала сегодня в 19.15. Теперь о COVID-19. Кривая заболеваемости продолжает идти на снижение. Так, за минувшие сутки такой диагноз подтвержден у 382 жителей региона. Это минимальный показатель почти за два последних месяца. Госпитализировано накануне было и вовсе только 62 человека, а остальным назначено амбулаторное лечение. В то же время список выздоровевших пополнили еще 2063 пациента. За весь же период пандемии коварный недуг побороли уже более 159 тысяч пензенцев. Более 3000 единиц техники и 11 тысяч человек будут задействованы в случае паводка в Пензенской области. Кроме спасателей, это сотрудники полиции, медики и многие другие. Представители служб приняли участие в масштабных учениях, которые организовали на Сургском гидроузле. Согласно легенде, началось переполнение Пензенского водохранилища выше отметки подпорного уровня. И вот как разрешают ситуацию. На Сургском гидроузле звучит сигнал тревоги. Сюда уже спешит спецтехника, но благо реальной угрозы нет. Это часть отработки действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Учения проводят в нашем регионе в рамках подготовки к возможному паводку. У этих следующая легенда. В результате длительных интенсивных дождей, активного снеготаяния, началось переполнение Пензенского водохранилища выше отметки нормального подпорного уровня. 150 метров. Отметка уровня воды в водохранилище достигла фиксированного водонапорного уровня. Фиксированный, значит, подпорный уровень 151,20. И продолжает повышаться. В зону катастрофического затопления попадает население города Пенза, Пензенского района. В точке сброса воды Сурского гидроузла проводят тренировку по спасению людей. Так, один из участников учения изображает человека, которого унесло на льдине. Специалистам предстоит добраться до него и доставить на берег. Для этого у сотрудников МЧС есть лодки на воздушной подушке и обычные катера. В рамках учений на Сурском гидроузле развернули целую базу. Так, в случае необходимости, будут собраны представители всех служб. Здесь есть и оперативный штаб, и медицинский пункт. Тут же расположилась спецтехника и личный состав. Мы убедились, что по легенде, та вводная, которая была доведена, она отработана. И межведомственное взаимодействие есть не только на бумаге, но все структуры показали свою работоспособность. Конечно, хотелось бы, чтобы такая ситуация была только учебной. Учения – неотъемлемая часть службы и сотрудников войск Национальной гвардии России. Кстати, в грядущее воскресенье, 27 марта, они в пятый раз отметят свой профессиональный праздник. Мои коллеги провели один день вместе с солдатами-срочниками Зареченской части номер 3473 и в ближайшие пару минут их суточный распорядок дня. Рот подъем! Между пробуждением и построением на плацу проходит всего несколько минут. Расторопность – одно из ключевых качеств, которое солдат-срочник приобретает во время службы в армии. После утренней поверки занятие по строевой подготовке оно прививает выправку. Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Строевым шагом солдаты направляются в учебный класс, где в зависимости от конкретного дня изучают теорию. Например, в этот раз им рассказывают о принципах службы по контракту. Армия, она предоставляет широкий горизонт размышлений над своими поступками, над своими целями, переосмысление возможностей своей предыдущей жизни и дает возможность планировать свое будущее после армии. Она закаляет человека, воспитывает в нем характер. Есть! Дай, поиск, бомба! Тренировка в полной боевой экипировке, как правило, начинается внезапно. Здесь солдатам важно быстро надеть бронежилет, взять оружие и занять определенную позицию на территории воинской части. Любая тренировка у нас проходит на том уровне, что мы готовимся к ней как к настоящему выезду, по настоящему сигналу. Пожалуй, самый долгожданный момент в распорядке дня любого солдата – прием пищи. В армейской столовой на выбор несколько блюд. Кормят очень вкусно. Сегодня на обед суп с квашеной, капустой, а на второе – макароны с котлетами. Военнослужащие из Ореченской части номер 3473 с честью выполняют ответственные служебно-боевые задачи по охране и обороне важного государственного объекта уже на протяжении 63 лет. Военнослужащие, которые попадают к нам в воинскую часть для прохождения военной службы по призыву и выслужившие свои установленные сроки, установленные законами Российской Федерации, охотно подписывают контракт для дальнейшего прохождения военной службы, только уже не по призыву, а по контракту в нашей воинской части. Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Пензы, которого подозревают в разбойном нападении на аптечный пункт в Первомайском районе областного центра. Угрожая фармацевту пневмоническим пистолетом, злоумышленник забрал из кассы несколько десятков тысяч рублей. «Вежливость – лучшее оружие вора» – фраза из культовой советской комедии нашла отражение в разбойном нападении на аптечный пункт в Первомайском районе Пензы. Ни одного бранного слова в адрес фармацевта, напротив, исключительно хорошие манеры, если не брать в расчет пистолет в руках. Из точки по продаже лекарств злоумышленник украл около 37 тысяч рублей. Однако, несмотря на предпринятые мужчиной меры конспирации, установить его личность полицейским не составило труда. Им оказался местный житель 1987 года рождения. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции изъяли 25 тысяч рублей. Остальные денежные средства он потратил на личные нужды. Как пояснил мужчина в ходе допроса, долгое время он нигде официально не работал, а в последнее время регулярно употреблял спиртное. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. В ожидании решения суда вежливый грабитель будет находиться под стражей. Он может лишиться свободы на срок до 10 лет. Сегодня в России отмечают День работника культуры. В Пензенской области его празднуют десятки тысяч человек, сотрудники музеев, театров, музыкальных учреждений и просто творческие и креативные люди. Торжественное мероприятие, на котором чествовали людей искусства, состоялось в Доме офицеров. С подробностями оттуда мои коллеги. Это человек, который видит больше, чем обычные люди и чувствует гораздо шире, чем другие. Именно такими культурными каждый день эти люди пытаются сделать всех вокруг. И даже в профессиональный праздник люди искусства неизменно на посту и готовы дарить прекрасное другим. Звание заслуженного работника культуры области в этот день удостоились научный сотрудник литературного музея Татьяна Кайманова и начальник управления культуры города Пенза Вера Фейгина. Мы правда очень ответственно относимся к своей работе. И работники культуры города Пензы и сегодня на посту. Мы не раз слышали, что Пенза – это одна из столиц по Волжье, столица культуры. И это правильно. Гордимся нашей культурой, потому что наша культурная общественность является образцовой не только у нас в городе и в области, но и по всей нашей великой России. Благодарности губернатора региона и законодательного собрания получили порядка 40 человек из Пензы и районов области. А 27 марта по всему миру отметят День театра. Главным событием для его служителей в Пензенской области стало то, что запрет на полные залы снят. К своему профессиональному празднику пензенские труппы готовят премьеры в областном драматическом. Это спектакль «Ба». Его зритель сможет увидеть впервые уже в эту субботу. Конечно, это великое счастье, что разрешили стопроцентную посадку и без этих кодов. Это великолепно. И, как вы понимаете, есть спектакль в нашей репертуаре, на который зритель мечтал попасть, и теперь у них есть возможность и чувство ответственности, и появилось мощнее. И вот в День театра хочется пожелать и нам, и коллегам, и нашему театру, и всем зрителям, чтобы вот эта грань, вот эта планка, которую мы взяли, она сохранилась, естественно, еще и развивалась. Часть коллективов в Пензенской области присоединятся к акции «Ночь театров 2022». Так, в Зареченском тюзе 27 марта зрителям покажут целых три спектакля. Два из них – премьерные. Сейчас короткая реклама, а сразу после новости спорта с Петром Голубевым. Областной агропромышленный холдинг сообщает всем заинтересованным лицам о продаже земельного участка, расположенном в районе железнодорожной станции Кривозеровка, площадью 78 гектар под жилую застройку, посредством проведения электронного аукциона на универсальной торговой площадке АО «Сбербанк-СТ». Подробности по телефону 206-675. Областной агропромышленный холдинг сообщает всем заинтересованным лицам о продаже двухкомнатной квартиры площадью 45,3 квадратных метра по адресу Ворошилова, дом 5, посредством проведения электронного аукциона на универсальной торговой площадке АО «Сбербанк-СТ». Подробности по телефону 206-675. Сирена в субботу завыла, полчаса где-то было. Потом начались выстрелы. Ну, ночка истерику закатила. В 2014 году наш двор бомбили, не долетела до воинской, и в наш двор попала. У нас стекла повылетали. Ну, а теперь она вообще никак не отойдет. Психолог не помог. Водили к психиатру, психиатр сказал, что с этим все нормально, надо к психологу. А сейчас она не хочет к психологу. Она же просто, не знаю, попробую здесь поговорить. Я поехала из-за нее. Так бы я сидела дома. Как полдава, так и за внучки. И она всю ночь истерила, плакала до утра. Ну, где-то к трем часам, кажется, перестала. Стало тихо, но она все равно не могла успокоиться. Так что мы доехали очень хорошо. Нас встретили. Мы только вышли с поезда вдоль. Ребятишки, парни, стояли, курсанты. Сумки забрали, в автобус посадили. Еще и дали нам пакеты. Я думаю, суют пакеты. Думаю, че, кому передать? Они говорят, сухой паек. Мне пришлось учиться в Одесском университете в свое время. Это уже было давно. Пришлось служить в рядах советской армии и в Одесском военном округе. Кстати, я служил в 28-й гвардейской дивизии. Это Чабанка под Одессой. В мотострелковой роте. Там сейчас 28-я бригада. И вот очень больно вчера или позавчера было смотреть на то, когда откровенного нациста, командира вот этой 28-й бригады, Зеленский назначил губернатором Одессы. Этот нацист был командиром Айдара, как раз националистического батальона. И после 2 мая 2014 года это большая рана для Одесситов назначать его. Наверное, это плевок всем Одесситам. Скажу вам еще, что у меня у преподавательницы сын погиб в Доме профсоюзов. Она выступала на парламентской ассамблее Совета Европы. Она до того туда дошла. Но, как вы видите, она не была услышана. Никакого расследования этих событий не произошло. Сказать о том, что мы уже сломали Бандеровский хребет, наверное, будет преждевременно. Уж слишком глубоко зашли вот эти процессы и украинизации, и бандеризации. Это все и в школах, и в вузах. То есть это очень сложные вопросы, которые России придется решать. Гораздо легче решить военный вопрос, чем вопрос деноцификации Украины. Вот для этого, мне кажется, что надо отключить в раздебной России украинское телевидение. По-другому уже ничего не скажешь, потому что даже в моей Одессе очень много людей, введенных в заблуждение, и фактически проповедующих вот эту идеологию Бандеры и национализма. Здравствуйте в студии Петр Голубев и в ближайшие несколько минут о главных спортивных событиях. Состязания в скорости на каяках и катамаранах в закрытом помещении. В бассейне Дворца Спорта Буртаса стартовали чемпионат и первенство Пензенской области по спортивному туризму. За победу там борются как представители Сурского края, так и соседних регионов. За первыми заездами наблюдала наша съемочная группа. Первый выход на воду показательный опытные участники соревнований демонстрируют элементы спортивного туризма. Обычно они применяются не в условиях бассейна, который является местом для базовой подготовки, а во время сплавов по рекам с быстрым течением. Однако оставить все силы здесь и сейчас нельзя. Им предстоит самим выйти на трассу уже в рамках турнира. Тут главная концентрация. Не обращать внимание на посторонние звуки, которые окружают себя, а стараться действовать на рефлексах, с холодной головой и вообще не поддаваться эмоциям. Спортсмены рассказывают, что перед соревнованиями у них были месяцы тренировок, причем не только на воде. Важно было заложить физическую готовность, поэтому к чемпионату региона они подошли в хорошей форме. Некоторым задачу осложняло то, что свою подготовку нужно было совмещать с работой тренера. И за себя куда меньше волнения, чем за юных подопечных. У меня есть целая команда, моих сегодня выступает целых 10 человек. Они себя сегодня покажут достойно в результате. Я их готовила, и они показывают мою работу. В программу соревнований вошли две основные дисциплины. Индивидуальный зачет на каяке и парный на катамаране. Общая протяженность дистанции 250 метров. Ребятам нужно преодолеть 10 ворот в правильной последовательности, при этом не задев боковые стойки. Идет зачет и время. В общей сложности в чемпионате и первенстве Пензенской области по спортивному туризму принимают участие более 200 человек со всего региона, а также гости из Самары и Тамбова. По словам организаторов, желающих выступить с каждым годом становится больше. Из-за того, что мы работаем со всей областью, и, как я уже сказал, количество спортсменов на этих соревнованиях с каждым годом растет, причем растет не в арифметической, а в геометрической прогрессии. То есть с каждым годом спортсменов как минимум на 50 человек, больше, больше, больше и в основном областники. Лучшие спортсмены по итогам чемпионата и первенства Пензенской области отправятся на окружные соревнования. Они пройдут с 17 по 20 мая в Саратовской области. Уже завтра, 26 марта, компания Ростелеком в партнерстве с континентальной хоккейной лигой привезет в спортивно-зрелищный комплекс Дизель-арена главную награду чемпионата КХЛ Кубок Гагарина. Все желающие смогут увидеть уникальный трофей и сфотографироваться на его фоне, поучаствовать в розыгрыше призов от Ростелекома и пообщаться с ветеранами пензенского хоккея с 12 до 15 часов. Кроме того, в этот день при поддержке регионального Минспорта состоится турнир Кубок лидеров. В его рамках сыграют команды юниорской лиги Дизель. Начало в час дня. Вход на выставку и трибуны в эту субботу будет свободным. Пропускать зрителей станут через центральный вход имени Моисеева. Это все события к данному часу. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok В восточных районах Пензенской области ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 1 до 0. Днем воздух прогреется до плюс 2. В Пензе ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0. Днем 1-2 градуса тепла. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.